И я зову пастора Андрея, потому что сегодня он поделится словом. Давайте его поприветствуем. Хорошо, давайте воздадим славу Богу. Окей, лучше. Да. Меня слышно? Если меня слышно, крики, Андрей, тебя слышно. Андрей, тебя слышно. Меня сегодня спросили, ну что, ты готов? На что я ответил, послушай, если я буду готов, то ты будешь, то я ожидаю от тебя, аминь, слава Богу, там крики, да будет так, в зале. И, знаете, нам нужно реагировать на движение Божие. Нам нужно этому учиться. И вопрос не только в славянах. Вопрос в том, что когда мы встречаемся с Божьей сущностью, мы не всегда понимаем, а хорошо ли это, а правильно ли я понял, а хочет ли этого Бог. Ну, более духовные люди задают вопросы, а хочет ли этого Бог, да. Тем не менее, пока мы не начнем реагировать, мы не поймем, что Дух Святой от нас хочет. Понимаешь, да? Мы не поймем, к чему Он нас ведет. Мы не поймем, что Он в нас хочет вскрыть. И мы останемся в состоянии, ну, непонимания. И вот это слово, которое говорит о том, что сделаю больше, чем Вы просите и помешиваете, оно также о том, что нам нужно реагировать. Нам нужно реагировать на призыв, на ощущения. Поэтому я ожидаю, мы ожидаем, что во время служения мы будем реагировать, во время поклонения мы будем реагировать, мы будем откликаться. Мы будем давать знать соседу рядом, что Господь здесь, Господь здесь. здесь, сделай что-то, то, чего ты не делал раньше, да, привлеки внимание к себе, однажды, и не однажды, Иисус, когда ходил из города в город, люди просто кричали, они просто кричали для того, чтобы привлечь внимание, женщина, которая вообще была изречена, она кричала издалека, женщинки говорили, закрой ей рот, почему она кричит, но когда ты знаешь, что тебе нужно от Бога, кто тебя остановит, ну давайте, давайте мы будем знать и будем стремиться выражать свою волю и выражать свою веру, сегодня наполнился утра мыслью о том, что Иисус Христос сказал в Иоанна 10.10, написано о том, что вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком, так часто мы сосредоточены на жизнь, жизнь с избытком, особенно избыток, и мы начинаем избыток, это вот это или вот это, я хочу, чтобы сегодня мы были во внимании на слове о том, что он говорит, я хочу вам дать, Бог никогда не пришел, что-то у тебя взять, никогда не пришел у тебя что-то забрать, Бог не тебя не собирается лишать, он говорит, что все, что тебя лишает, это вор и приводит к вору и обманщику, где он говорит, это он все делает, поэтому нам нужно настроить свое внимание, настроить свою веру на то, что Бог пришел и Иисус Христос пришел, чтобы дать нам, чтобы дать нам, чтобы дать нам жизнь, И именно понимание этой жизни приводит к избытку. Ты слышишь? Понимание жизни, оно приводит к избытку. Не мысли о избытке, а понимание того, что сделал для нас Иисус Христос, приводит к пониманию жизни. Именно поэтому кто-то из нас может быть сегодня потерян. Он не понимает смысл жизни. Окей, да? И нам нужно подстраивать вновь и вновь свое понимание представления, что сделал для нас Бог в Иисусе Христе, смотря в Писание. Поэтому сегодня послание к евреям, замечательное послание, 12 глава, мы с вами прочитаем с 1 по 3 стих, послание к евреям. Иисус пришел, чтобы дать. Что Он пришел нам дать? Это послание во времени, через время, для нас, достигших последних времени. Давайте будем внимательны, если ваши друзья не пришли на служение, можете поделиться сейчас эфиром. дай им сбросить, подключайся, потому что Иисус что-то хочет дать, Он что-то хочет напомнить Бог нам сегодня. Потому что, знаешь, когда мы не напоминаем себе об этом, то вот эта вот ситуация, что вор приходит украсть, убить и погубить, оно перетекает из одной сферы в другую. Наша задача настраивать себя, настраивать свою веру. Это то, чем будем заниматься сегодня. Итак, послание к евреям, 12 глава. Смотрите. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, много людей, свергнем себя, аллелуйя, свергнем себя, просто сложим себя, выкинем от себя, перестанем вообще жить так, свергнем себя всякое бремя, и запинающий, оригинал говорит, легко, грех, который легко к нам пристает, свергнем себя бремя, и запинающий нас грех с терпением, со стойкостью будем проходить предлежащее нам поприще, взирая, смотря на начальника и совершительной веры Иисуса, который вместо должной, предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегшим посрамлением и воссел о десну престола Божия. Аллелуйя. Подумайте, помыслите о претерпевшем такого над собой поругания от грешников, чтобы вам, Аллелуйя, церковь, чтобы вам, друг мой, чтобы тебе, чтобы тебе не изнемочь и не ослабеть душою своей. Господь, сегодня в твоем присутствии мы стоим. Я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы ты наполнил нас духом ведения, страха Божьего, знания, откровения и духом премудрости. Мы нуждаемся в том, чтобы ты помазал наш разум, помазал наши уши, чтобы мы слышно могли услышать, чтобы смотря мы могли увидеть тебя, Отец, потому что ты пришел, чтобы сегодня нам дать. Отец, благослови нас, преломи это слово, преломи это учение, чтобы наша жизнь, она стала сильной, чтобы нашим душам не ослабеть, чтобы сегодня нам быть в твоей воле. Во имя Иисуса Христа давайте все скажем аминь. Давайте мы прославим Господа. Он такой замечательный. Господь, спасибо тебе. Господь, спасибо тебе. Господи, смотри, жизнь христианина, человека, который когда-то принял Иисуса Христа, жизнь христианина идет в определенном направлении к определенной цели. Мы не шалтай-болтай, слышишь? Мы нет воскресения к воскресению. Жизнь христианина идет в определенном направлении к определенной цели. Их на протяжении может быть несколько. Одна из них это покаяние, одна из них это принять водное крещение. В нашей церкви в этом году еще будет водное крещение, ты можешь стать частью, в конце служения у нас будет QR-код, ты можешь попасть на платформу, которая поможет тебе не потеряться в церкви, это все здорово. Спасибо команде, которая трудится над этим, чтобы мы могли все вместе возрастать. Это один из этапов, водное крещение. Потом мы дальше идем, одна из целей знать свое призвание, потом чтобы не только знать, но делать его твердым, возрастать, нам становиться учениками Иисуса Христа, нам потом идти, это одна из, есть несколько целей, но смотри, одна глобальная или самая величественная цель в христианстве, когда ты узнал Бога, когда ты сказал, я хочу, чтобы Он был Господом над моей жизнью, самая главная цель это быть похожим на Иисуса Христа. У христианина нету другой идеи, это очень важно. Смотри, когда мы принимаем Бога, наша цель не стать просто хорошими, это не цель христианства или веры. Наша цель не просто перестать грешить, есть люди, которые морально высокие, лучше, чем ты и я, здорово, но этого недостаточно. У христианина есть конкретная цель или именно поэтому он называется человек, который последователь Иисуса Христа. Это величественная цель, которая ведет каждого или должна вести каждого из нас напролом, напролом, потому что я и ты, мы хотим быть похожими на Иисуса Христа. Чтобы когда мы придем в рай, апостол Петр сказал, это кто Иисус Христос или это там пастор Петр, кто это, кто это, кто это, чтобы в тебе, смотри, Евангелие, послание очень много говорит о том, чтобы нам приобретаться в образ, образ мышления, образ действия, чтобы нам становиться такими, как наш лидер. Это очень важно, не просто стать хорошим. У христианина нет другой идеи, как только быть максимально, максимально похожим на Иисуса Христа. Вот где наша глава, вот чему мы должны себе посвящать. Да, я ученик Иисуса Христа. Для чего? Для того, чтобы быть как Он. Именно поэтому учеников стали называть христианами, потому что в них видели Христа, потому что в них видели Бога, потому что рядом сидящий Он говорил, послушай, ты Христос. Однажды Петру так сказали, не ты ли был с Ним? Это замечательное и правильное качество в жизни человека, который когда-то встретился с Богом, потому что у нас нет другой идеи. Нам недостаточно просто оставить плохой и заниматься хорошим. Этого недостаточно. Главная цель, которую мы должны все церковью преследовать. Каждый человек, который узнал Бога, стать похожим на Иисуса Христа. Аминь. Смотри, нам важно понимать, что есть два царства. Два царства. Есть царство Божие, которое проявляется в силе и славе. И смотри, царствие Божие, оно всегда на созидание. Ты помнишь, что Бог делает, когда Он собирается потрясти нашу жизнь словом? Бог потрясает нашу жизнь словом. Мы об этом говорили. Для чего? Для того, чтобы нас укрепить. Характеристики царствия Божия, оно на то, чтобы всегда созидать. Исцелять больных, сокрушенных сердцем. Накормить голодных, царствие Божие. Одеть раздетых, чтобы сирот не было. Есть два царства. И вот царствие Божие, оно на созидание, на жизнь. И есть царство дьявола. Нам важно это понимать. Которое давит на нас каждый день. Давит на нас каждый день, чтобы мы отказались жить по вере. Слышишь? Не просто, чтобы тебе было плохо. Царство дьявола, негатив, оно всегда давит на тебя, чтобы ты просто отказался жить по вере. Чтобы ты перешел из состояния. Я хочу, моя цель, быть похожим на Иисуса. К состоянию, ну я в принципе не сам, это и плохой. Слышишь? Царствие дьявола, оно давит на нас, чтобы мы отказались от главной цели. Жить по вере. Я хочу, я знаю, что Иисус сделал на меня. Я должен стать на Него похож. Оно давит, чтобы мы отказались жить по вере и стали хорошими. Без вредных привычек. Возможно, даже внешние изменились. Но отказались от главной цели. И смотри, что говорит Писание, что нам нужно свергнуть это бремя. Мы должны просто сбросить себя. Мы должны отказаться от такого образа жизни, посредственного. Без цели стать, как Иисус Христос. Жить тем, что дал Иисус Христос. Мы должны сбросить это себя. И смотри, вот бремя, слово бремя, один из синонимов, он говорит, что стрела, которая затупилась, у нее конец, у нее загнулся. Понимаешь, что время делает или что дьявол делает. Он хочет, чтобы ты стал тупым. Чтобы ты затупился и ты вообще не достигал своей цели. Именно поэтому мы приходим из раза в раз вместо благодати. Но цели не достигаем. Да потому что замылили все. Но Бог сегодня нас приведет к правильному пониманию общей веры и состоянию души. И Писание говорит, мы должны свергнуть, отказаться от этого состояния тупости. Когда ты вроде бы христианин, но цель ты не достигаешь или не попадаешь. Либо бесплодная жизнь. Бог против бесплодия. Потому что Царство Божие там много плода и легко опутавший грех. Есть грехи, которые легко опутывают. Кто-то понимает, о чем я говорю? Есть грех, который мы издалека видим. Говорим, не, 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 не. Но есть грех, который легко опутывает. Смотри. Это царство дьявола давит на нас ежедневно. Для того, чтобы мы отказались жить по вере. Вот эта тупость, лень, посредственность. Мне не нужна главная цель. Мне нормально и так. Есть люди гораздо хуже, чем я. Но так в Царство Божие не попадешь. В Царство Божие так не попадешь. И состояние, когда легко опутавший грех. Знаешь, это состояние, когда вчера ты согрешил, а сегодня ты этим не грешишь. Это, знаешь, грех, который... Мы не говорим о том, что есть большие или маленькие грехи. Мы говорим о том, что мы позволяем чему-то входить и уходить из нашей жизни. Вот о чем говорит Писание. И это нужно свергнуть. И не только грех, и не только современность, оно сегодня заставляет нас отказаться о жизни по вере. Но также и гонения. В это воскресенье и в следующее воскресенье весь мир, все церкви молятся за гонимые церкви. И сегодня мы тоже будем об этом молиться. Нам нужно молиться за церковь, которая преследована, потому что это также действие дьявола. Весь мир, послушай, мы часть глобального движения христианского. В это воскресенье и в следующее воскресенье молятся за гонимую, за преследованную церковь по всему миру. Послушай просто статистику. Больше чем 360 миллионов христиан, они живут в таких местах, где подвергаются высокому уровню преследования и дискриминации. Больше чем 360 миллионов христиан. В прошлом году, друзья мои, 5898 христиан были убиты за свою веру. В прошлом году атаковано 5110 церквей и других христианских зданий. Вы знаете, это миссия, это колледжи. Вы понимаете, что мы в этой статистике, Беларусь, в прошлом году 4765 верующих были задержаны без суда, арестованы, осуждены или заключены в тюрьму. И смотри, сегодня это как будто не влияет на тебя. Нас-то вроде бы не гонит, но сам факт гонимой церкви, он сегодня ставит нас в состояние, что может быть и не надо проявлять свою веру так сильно. Может быть и не надо так громко говорить о своей вере. И сегодня смотри, царство дьявола, оно давит нас на то, чтобы мы отказались жить по вере. Нормально сидите в церкви и никому не мешайте. Но Бог сегодня хочет обновить нашу веру. И смотри, все, о чем он говорит, и Писание, которое мы почитали, что есть запинающий грех, и нам нужно проходить поприще. У нас есть цель, у нас есть путь, мы не пошелтай-болтай, смотри, вера не всегда избавляет от трудностей. Мы видим гонения, мы видим трудности в своей жизни. Вера не всегда избавляет нас от того, что нам не нравится, но вера всегда помогает нам проходить это. Ты слышишь? Когда у тебя есть правильная или главная цель на основании Писания быть похожим на Иисуса, то вера или жизнь по вере не избавляет тебя от трудностей, но помогает тебе через них проходить. И у большинства людей, которые были убиты за свою веру, у них была возможность отказаться. Отказаться от своей веры. Это не просто убеждение. Отказаться от того, что Иисус Господь. Но они это не сделали. И сегодня время привести нашу веру в порядок со Словом Божьим. Сегодня время, чтобы Бог укрепил нашу веру. Потому что, посмотри, Бог первый заинтересован в том, чтобы твоя вера, она заработала. Ты понимаешь? Бог первый сегодня заинтересован в том, чтобы твоя вера, она совершилась. Смотри, что мы читаем. Смотрите на начальника. Посмотри. Смотрите, взирайте на начальника и совершителя веры и Иисуса Христа. Бог сегодня первый заинтересован в том, чтобы твоя вера заработала. Скажи аминь. Бог заинтересован. Если ты сегодня заинтересован, знай, Бог заинтересован. Если тебе сегодня все равно и наплевать на обстоятельства, 5000 убитых за веру, Богу не все равно. Именно поэтому ты сегодня здесь, потому что Бог хочет укрепить твою веру, чтобы ты жил по вере, достигая цели. Чтобы твоя вера, она работала. Чтобы всякий раз, оказавшись в обстоятельствах, ты не мучился и не говорил, и не клеветал, и не роптал, и не обижался на Бога, и не говорил о том, что почему ты не понял, но зная, что твоя вера, она совершается, либо работает, ты проходил. Ты проходил. Аминь. Аминь. И смотри, когда Писание, Библия нам говорит о вере, она всегда, Писание всегда, Библия всегда накоротко связывает с Христом. Нам нужно перестать придумать свою религию. Нам нужно перестать придумывать свои обряды, свои обычаи, свою веру. Когда Библия говорит о том, что нам нужно иметь веру Божию, она накоротко связывает с Иисусом Христом. И нам нужно знать, что Он сделал. Потому что написано, взирайте или смотрите. Знайте, что Он сделал для вас. Потому что нам придется это примерить на себя. Мы идем дальше по тексту. Ты видишь, что Бог сделал для твоей души. Нам нужно это примерить, потому что слово помыслите, оно означает примерь это на себя. Помысли, то есть примерь это. Вы мечтали когда-нибудь? Я со Стефаном, сыном своим, мечтаю, когда-нибудь мы возьмем коршерники на Мустанге, либо на Джорджи мощном, поедем. Я уже представил, мы это визуализируем. Смотри, о чем говорит Писание. Помыслите, либо примерьте на себя. Смотри, к чему Бог нас ведет. Чтобы тебе не ослабеть душой своей, чтобы ты смог жить в вере. Смотри, для того, чтобы нам примерить на себя эту веру, нам нужно знать, что Иисус сделал. Нам нужно смотреть на Него. Нам нужно быть уверенными. Поэтому, если мы будем принимать либо преломление, ты еще больше узнаешь. Бог нам откроет и утвердит нас в нашей вере, чтобы нам примерить на себя. Потому что вера появилась из-за Него. Написано, взирайте на начальника, на лидера и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрег посрамлений и воссел одесной престолом. Что мы должны знать о Иисусе? Первое, что я хочу сказать, читай Евангелие. В любой сезон жизни, когда ты не знаешь, что делать, не знаешь, что читать, читай Евангелие. Читай о Иисусе. Читай о том, что Бог сделал тогда, и Он не изменился, и Он сделал для тебя. Читай о Иисусе. Что сделал Иисус? Смотрите, взирая мы смотрим на лидера, на лидера нашей веры, потому что Он заинтересован в том, чтобы твоя вера совершилась сегодня. У Него должна была быть радость, вместо предлежащей радости, что Иисус сделал, что Бог сделал, что Иисус Господь сделал. Вместо предлежащей радости Он выдержал крест. Иногда мы бываем в состоянии, когда мы понимаем, что я не для этого рожден. Я не хочу это проходить. Вместо предлежащей радости то, что должно было для Иисуса быть, Он сошел с небес на землю. Он претерпел или пережил крест, выдержал крест. И смотри, речь идет не только о самой смерти во время креста. Ведь на кресте, когда прибывали руки и ноги, человек умирал от того, что он задыхался, потому что либо у него не было сил, либо его кости перетирались, и он уже не мог подниматься на своих костях. Речь идет не только о самой смерти в моменте. Речь идет о процессе. Ведь Иисус Христос умер не только на кресте, ведь Он пришел ради этого. Он родился. Когда Писание говорит о том, что Он умер, прицел первый крест, это все 33 года Его жизни. Это не один момент. Смотри, Иисус проходил трудности. В конце концов, Он пережил смерть. Но вот Божий план на каждого из нас. Ивасил одеснул престол Божий. Иногда, смотри, что делает царство дьявола. Оно нас помещает в момент. В момент. И зачастую не в самый лучший, не в радостный. Да? Оно помещает нас в момент. Нам нужно пережить крест. Но что делает царство дьявола? Он говорит, ты в трудностях. Для чего? Для того, чтобы мы отказались от своей веры, или от жизни поверили, или от главной цели быть похожим на Иисуса Христа. Мы идем, сейчас Бог будет нас укреплять. Смотри. И царство дьявола, оно помещает в нас в момент, чтобы мы видели только крест. Но вот полная картина Сына Божьего. Он отказался от величия престола. Притепел крест. Это и задержание, это и отказ родственников, это и предательство ученика любимого. Это издевательство, избиение, плевки, унижение. Это терновый венец. Это весь процесс. Вот что значит, он притепел крест. Им нужно было дойти до этого момента. И это было добровольно. То есть не так просто было попасть на крест. Мы должны понять. Должна быть сильная причина. Только сильные убийцы и разбойники там были, которые убивали, насиловали людей. Но когда мы видим полную картину, и воссел, и что означает? И воскрес. Вот полная картина. Вот смотри, что сделал, что прожил Иисус, чтобы воссесть. И смотри, Он ведет нас к этому состоянию, чтобы мы знали. Смотри, смотри, что происходит. Мы знаем, чего мы достойны. Мы знаем, что мы проходим. И мы знаем, чему мы предоставлены. Ты понимаешь, как работает вера? Не только в моменте, а когда ты знаешь, что в Иисусе Христе доступно тебе. Что в вере Бога это не только момент. Это тот идеал, который Бог для тебя дал. То, что ты сейчас проходишь, это не Бог, но есть Божье величие для твоей жизни. Вот к чему ведет время вера. И смотри, написано пренебрегши, пренебрегши по страмлениям. О чем это говорит? О том, что Он не обращал внимания. Все, смотри. Здоровая вера в трудностях или в обстоятельствах, да, она помогает не обращать внимания на то, что нас хочет сбить к тому, чтобы идти к своей цели. И Иисус Христос не обращал внимания, потому что Он был в радости, от радости пришел и шел к славе. Мы много об этом говорим в церкви, но сегодня нам нужно укрепить свою веру. Вот как жизнь христианина, она здесь в процессе, здесь на земле, здесь в 22-м году. Когда ты не обращаешь внимания, ты можешь проходить. А мы застариваем в моменте. Это то, что делает царство дьявола, чтобы мы остались лишь только в моменте и отказались проявить свою веру. Слышишь? Мы отказались пройти дальше. Ты понимаешь, о чем идет речь? И вот о чем говорит Писание, мы с вами в тексте. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешника, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душем вашим. У христианина есть путь, есть план, есть цель, которую он идет. И только есть одна причина. Одна причина, почему мы не можем идти, почему мы не способны прожить, почему мы не способны исполнить призвание. Есть только одна причина, почему отсутствует счастье, почему не работает время. Это слабость души, чтобы вам не изнемочь. Смотри, когда Писание говорит изнемочь, это означает, что ты настолько устал, что ты не можешь встать. Ты понимаешь, в чем идет речь? Когда написано изнемочь, это когда атлет пробежал марафон и он пересек вот эту линию, он говорит, он изнемок, он не может подняться. мы можем быть в таком состоянии, но вера и правильная цель нашей жизни, как христиан, она приводит к тому, что мы можем, мы можем быть в состоянии, что мы как будто не можем встать, но все равно проходим трудности. Чтобы вам не изнемочь, чтобы вам не быть в состоянии лежачих, сидячих, чтобы тебе не быть в состоянии торможения, если ты понимаешь о чем я говорю, когда ты просто ничего не делаешь, вот к чему идет, когда царство дьявола на нас давит, когда мы не живем по вере, чтобы вам не изнемочь, не остановиться, не затормозить и не ослабеть души вашим. Только одна причина, когда у нас слабость души, которая приводит к тому, что мы падаем и не можем, и не можем подняться. Одна причина слабость души, ну вот послушай, Бог пришел, чтобы сделать тебе сильным душой. Это там, где живет твоя вера. Бог пришел, чтобы сделать тебе сильной душой, чтобы тебе не изнемочь, чтобы тебе не упасть, чтобы сегодня давление царства дьявола на тебя не было больше давления царства Божьего. Понимаешь, о чем я? И смотри, нам сейчас нужно поговорить о душе. Философы очень много бьются об этом, чтобы разделить где, что и чего. Но в первом фессалоникийцам послании написано о том, что Бог заботится о том, чтобы мы в целостности, у нас был дух, душа и тело. К моменту, когда Бог нам придет в жизнь, нас забрать, чтобы мы были целостной личностью. Значит, есть тело, с ним все понятно. 90-60-90 килограмм в смысле, да? И это за неделю. С телом все проще. С телом все проще. Давайте мы поймем, что такое душа и что такое дух. Потому что написано, что мы изнемогаем душой и теряем веру. и мы падаем. И мы остаемся в моменте сложностей и трудностей, теряя свое главное призвание и цель в жизни. И наша вера, она мертвая. Но Бог заинтересован в том, чтобы она сегодня совершилась, либо работала. Работала, активизировалась в твоей жизни, чтобы ты был похож на Иисуса. Вот за что Бог сегодня. За что Бог в твоей жизни. Смотри, есть душа и есть дух. И важно понимать, что эти составляющие обе, эти два слова, они относятся к нематериальной части человека. Все, мы не можем потрогать. Согласились, окей? Смотри, но только дух относится к отношениям с Богом. Есть душа и есть дух. Это нематериально, физически материально. Но душа и дух нематериально, но только дух относится к отношениям с Богом. Именно поэтому Библия говорит, кто не имеет отношения с Богом, тот мертв духовно. Понимаешь, да? Только дух, это сложно разделить, и нам не нужно, нам нужно просто понять, чтобы увидеть, куда нам двигаться. Только дух отвечает за отношения с Богом. Только дух. Душа и дух, они одинаковы в том, как они используются в духовной жизни верующего. Мы чувствуем, мы проявляем, да? Но смотри, в чем разница, они различаются в своем направлении. Смотри, дух является вертикальной связью с Богом. Ты только духом с Богом общаешься, все, еще не можешь. Даже если ты будешь сильно плакать душевно, сильно, кто-то знает, как я сильно плакать? Это не влияет на твои отношения с Богом. Ты будешь сильно радоваться и кричать аминь в конце проповеди. Это не влияет на то, что дух Божий тебя сильнее наполнит. Нет, только ты духом общаешься с Богом. Но смотри, за что отвечает душа в нашей жизни? Душа это горизонтальная связь человека с миром. Все, вот платформа. Душой мы воспринимаем мир. Своей душой эмоции там и знания, там и опыт, да? Своей душой мы воспринимаем мир. И вот написано, слово говорит о том, что я хочу, чтобы вы были сильной душой, потому что там, оттуда наша вера растет. Смотри, замечал ли ты когда-то в своей жизни, хорошо, в жизни других людей, там проще заметить, что с Богом все хорошо, а в жизни не лады. можете поднять руки, если я просто буду рад, что я не один такой, а два, три, отлично, спасибо. Я в своей жизни, Илья, люблю тебя, ты всегда меня поддерживаешь, спасибо тебе. Я в своей жизни постоянно замечаю и в своем состоянии, и в других людях, в родственниках, с Богом все хорошо, отношения духа, все нормально, а в жизни одни трудности. Понимаешь? Нету целостности, нету, не сходится картинка со звуком, с Богом все хорошо, Иисус Христос тебя любит, прощает, все нормально, так а что ж так сложно-то на душе? Именно это состояние приводит тебя к тому, что ты постоянно приходишь и просишь молиться за прощение одних и тех же грехов. Твоя душа неправильное отношение с этим миром. Ты думаешь, что проблема из-за того, что у тебя что-то не так с Богом, но с Богом у тебя все хорошо. И смотри, царство дьявола достигает того, что ты отказываешься жить по вере. Ты застреешь в моменте 10 лет, 15 лет ты просто застрял в этой пустыне, потому что с Богом все хорошо, а душа повреждена. Ты неправильно, неправильно принимаешь или воспринимаешь этот мир. И Бог говорит, вы должны стать сильной душой, потому что если будете слабы, вы не сможете достигать главной цели. Вы не сможете переживать царство Божие, потому что не может, чтобы в твоей жизни одновременно и царство дьявола на тебя давило, и царство Божие. Это невозможно. Невозможно служить двум господам, невозможно поклоняться двум богам одновременно, невозможно принять благодать и проклятие, невозможно. Но вот к чему Бог приводит, чтобы мы стали твердыми душой, чтобы мы были целостными, потому что оттуда, смотри, что происходит. Когда мы правильно воспринимаем мир, у нас целостная душа, мы знаем, к чему мы идем, мы правильно объясняем свои эмоции, мы правильно объясняем, что происходит. И если есть годнение, мы объясняем, Иисуса гнали, потому что есть царство дьявола. Мы царство Божьего. Так должно быть, что война будет продолжаться в духовном мире и здесь на земле, пока не придет Бог. И что? И ты не тормозишь, ты идешь дальше. Но сегодня Бог хочет укрепить нас и исцелить в нашей душе, чтобы мы были целостными, чтобы мы правильно понимали, к чему ведет Бог. И смотри, уже подходим и к молитве, и к левопреломлению. Бог пришел, чтобы сделать тебя сильным душой. Она отвечает за проявление веры. Душа отвечает за проявление веры. Когда ты считываешь информацию, все то, что ты сделаешь потом, это то, во что ты веришь. Всегда наши дела, они показывают нашу веру. Но мы считываем своей душой, эмоциями, да? И какую мы веру проявляем? И Бог пришел, чтобы сделать нас сильной душой. Мы видим в Иисусе Христе, Он говорит, посмотрите, посмотрите, чтобы вам не изнемочь. Примерьте, смотрите, сейчас будем все, сейчас будем примерять, сейчас будем примерять на свою жизнь, образ мыслей. Сейчас будем помышлять об этом. Потому что душа отвечает за проявление веры. И смотрите, Бог меняет мышление, либо восприятие происходящего. Когда мы знаем, что происходит, когда мы знаем, что сделал Иисус, что пережил Иисус, у нас есть правильное представление происходящего. И смотри, и душа, которая была слабая, начинает смотреть глазами веры на то, что происходит. А когда мы не смотрим глазами веры, сейчас что-то интересное Господь сделал для тебя. Алло, Господь, благослови нас. Тогда наша душа слабая. И вот смотри, почему нам нужно смотреть на Иисуса или знать, что Он прошел или что Он прожил. Когда ты принимаешь внешнее, такое, какое оно есть, плохое. Когда ты понимаешь, как-то это, без глазами веры, без понимания или знания, что Иисус пережил то же самое, смотри, что мы считываем. Сейчас все плохо, но у Бога же все идеально. У Бога же все идеально. Мы не смотрим глазами веры, мы не смотрим, мы не знаем, как Иисус прожил эту жизнь, мы не знаем, с кем, с кем, с кем. Мы не взираем на Него, мы не смотрим на Его, уже читая Евангелие. И когда ты принимаешь внешнее как-то, как будто это вне Бога. Здесь трудности. А у Бога все идеально, Он же идеальный, там же все хорошо, там же замечательно. У Него не было никаких трудностей. Смотри, когда ты так смотришь на свою жизнь, твоя душа, она слабее. И ты просто падаешь. И нет смысла вставать или бороться. Когда ты не смотришь глазами веры. Вот почему Писание говорит, посмотри. Посмотри на совершителя веры. Посмотри, что Он прожил. Трудности не только в твоей жизни. И смотря своей душой, воспринимая мир, что у Иисуса были трудности, что Бог переживал сложности, ты понимаешь, что Он помогает тебе пройти. Мы смотрим глазами веры. И для того, чтобы нам бороться. И вот главное оружие сегодня дьявола. Главное оружие царства дьявола. Это мысль. Это одна мысль. Что сегодня это не твой день. Сегодня не день, когда твоя вера, она поможет тебе. Сегодня не твой день. Есть день, когда твоя вера, она пригодится тебе. Возможно, молясь на день рождения за самого себя, ты что-то получишь. Но вот главное оружие дьявола. Царство дьявола. Он дает тебе мысль. Что сегодня не твой день. И вера твоя не поможет. Но Бог говорит, вам нужно укрепиться душой. Через то, что вы смотрите или знаете жизнь Иисуса Христа. И помышляете, либо примеряете. Аллилуйя. Когда вы примеряете. Когда вы смотрите на себя глазами веры. Когда вы говорите, да, Иисус Христос прошел крест в 33 года. Знание того, что тебя распнут через 20 лет, гораздо мучительнее, чем внезапной смерти. Психологически. Один военный сказал, говорит, это не страшно умирать. Ты даже не знаешь, когда ты умрешь. Не страшно быть раненым, ну вот случайно и все. Но страшно, когда возле тебя умирают. И ты не знаешь, что будет дальше. Иисус крест прошел в 33 года. Он шел к этой цели. И когда мы включаем душой своей, так смотрим на этот мир. И взираем на начальника и совершителя веры. И начинаем примерять к себе. Послушай, это делает тебя сильным душой. Это тебя делает несломимым. Проходя трудности, проходя гонения, проходя неустройство, ты примеряешь на себя этот образ. И просто знаешь, что ты был создан для другого. В моменте ты сейчас находишься не в самом приятном. Но цель твоя главная, потому что совершитель веры, он воссел одесную отца в славе. Ты знаешь, что Бог тебя ведет в славе. Вот что значит сегодня быть крепкой душой. Это означает смотреть на жизнь глазами веры. Но это невозможно без Иисуса Христа. Помыслите, примерьте о претерпевшем, чтобы вам не изнемочь, чтобы вам не упасть, чтобы вам не застрять в моменте, что сегодня не твой день. Скажи, нет, сегодня мой день. Аллилуйя. Скажи, сегодня мой день. Сегодня я буду смотреть глазами веры, потому что Бог, Он прожил такую жизнь. И мне не нужно тормозить. Мне не нужно падать. И есть причина победы. Есть причина, почему я встал. И мы будем переходить к Лебопреломлению. Позовите в Воршип Тим, да? Прилосите команду прославления. Спасибо, Алина. Ты чувствовал, что Коринфянам скоро, да? О, друзья. Аллилуйя. Даже если бы ты не чувствовал, то надо было уже выходить, судя по времени. Друзья мои, смотрите. Мы не можем примерить, когда мы не видим. Мы не знаем. Читаем Евангелие. И все, мы читаем 1 Коринфянам 23 стих и переходим к Лебопреломлению. Читаем, останавливаемся. Смотри, что делает Бог. Смотри, что делает Бог. Он не просто меняет мышление, он говорит, вы будете крепкой душой. Вера не всегда избавляет, не всегда избавляет от неурядиц, но всегда помогает пройти. Халлилуйя. Халлилуйя. Смотри, что написано в 1 Коринфянам. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был. То есть он знал. Он взял хлеб и, возблагодарив, переломил, сказал, примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое. То есть он знал даже, что его просто будут ломать. Смотрите, это творите в мое воспоминание. Ты слышишь, о чем говорит текст? Вспомни, помысли, примерь это на себя. Вот так смотри на свою жизнь. Ты слышишь? Смотри глазами веры. Смотри, смотри, потому что Иисус это тоже делает. И он тогда сказал, просто, ребята, вспоминайте. Вспоминайте, что мне было тяжелее, чем вам всем вместе взятых. Но я это сделал ради вас. Говорит, просто вспоминайте, примерьте это на себя. И не останьтесь в моменте, который горит дьявол. Сегодня твой день. Сегодня вера твоя не поможет. Нет. Моя вера, она мне поможет, потому что я на кого смотрю? На своего лидера веры. Тот, кто родил ее. Вот как это практически в нашей жизни. Христианская жизнь. Жизнь с целью, быть похожим на Иисуса. Это означает, вот так жить. Вот так приносить Царствие Божие, чтобы здесь на земле было, как и на небо. Смотри, он говорит о трудностях, о физических проблемах. И он говорит, мне будет, было и будет сложно. Но вспоминайте, это поможет вам. Дальше читаем. Также и чашу после вечерей. И сказал, эта чаша есть, Новый Завет, в моей крови. Кровь прольется. Это делайте. Только когда будете пить, в мое воспоминание. Вспомните все, что я сделал. Все, что я претерпел ради одного. Чтобы быть с вами в общении. Всегда. Я вознесусь, меня не будет, но я всегда буду Духом Святым с вами. Вспомните это. Там, где ты сейчас есть, в моменте твоей жизни, просто возродись душой. Посмотри глазами веры и скажи, это мой день. Это мой день. День, когда я буду смотреть и проявлять свою веру. Это мой день. Есть мой лидер. Есть вера, откуда она началась. Это мой день. Моя вера, она поможет мне пройти. Моя вера не уберет все, но она поможет пройти. Поможет пройти, чтобы воссесть, чтобы быть на небесах. Аллилуйя, Господь, благослови нас. Смотри, читаем дальше. Вспомни, примери это на себя. Потому что всякий раз, когда вы ешьте хлеб и пьете чашу эту. Всякий раз, это когда вы примеряете, когда вы вспоминаете. Смерть Господню возвещаете, пока Он не придет. Вы не просто верите или вспоминаете, примеряете. Вы говорите о том, что мой лидер, он придет. И я хочу пророчествовать тебе, что Бог придет в твою ситуацию, когда ты будешь примерять. Ты слышишь, что Писание говорит? Говорит, я хочу прийти. Я больше заинтересован в твоей вере, чем ты сам. Я хочу, чтобы твоя вера на сегодня совершилась. Я хочу прийти. Но тебе просто нужно примерить себя на себя. Смотреть на свою жизнь глазами веры, своей душой. Вот так воспринимать мир. С Богом все нормально. Последи, послужи своей душе. Говорит, когда вы будете это делать, я приду. Вспоминайте, пока я не приду. Живи таким образом мыслей. Живи так, воспринимая эту жизнь. Проявляй свою веру. Не отказывайся от главной цели. Потому что Бог хочет прийти. Это не только о последнем времени. Это пророческое слово для твоей жизни. Говорит, я хочу прийти. Но только твой образ мысли, то, как ты примеряешь это на себя, только как ты смотришь на свою жизнь, оно активирует, оно дает мне право. Потому что, когда я не твой лидер, когда я не тот, кто начал твою веру, тогда я ничего не могу делать в твоей жизни. Тогда мои страдания напрасны. Тогда моя боль, она не работает для тебя. Тогда ты постоянно терпишь, постоянно нуждаешься. Просто примерь. Пример не говорит, я хочу прийти. Просто возроди в своей вере. Скажи, это мой день. Это мой день, когда вера моя, она поможет мне. Поэтому, кто будет хлеб есть или пить чашу Божью, кто будет недостойно, он недостойно будет вспоминать, он недостойно будет применять. Виновим будет против тела и крови Господней. Смотри. Да испытываешь за себя человек, проверяй. И таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши сей. Смотри, это реально физический символ, который помогает нам примерить. Ты заставляешь себя об этом думать. Ты заставляешь свою душу, подстраиваешь под глазами веры. Я вот так смотрю на эту жизнь. Бог хочет прийти ко мне. И есть кровь Его, которая прилилась, и тело, которое было сломлено. Потому что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, не рассуждая о теле Господня, не примеряя то, что Бог сделал для себя. От того, смотри, из вас немощные и немало умирает. Ты веришь в дьявольскую душу. Царство дьявола, оно тебя победило. Ты сказал, вера моя не поможет. Вера сегодня не сработает. Именно потому, что вы не так примеряете на свою жизнь, не так смотрите. Вы болеете. Вы остаетесь в болезнях. И многие из вас умирают. Одно из библейских понятий слово душа означает в принципе жизнь. Прости, но ты выживаешь. Я не вижу в тебе жизни. Я не вижу в тебя стремления. Я не вижу у тебя энтузиазма. Я не вижу этого. У человека, который следует за Христом, у него есть жизнь. И если все плохо, он знает, куда идет. Однажды Данил сказал, мы не поклонимся тебе, царь языческий, никогда. И твоему стукану. Никогда. Потому что Бог нам поможет. А если даже не так, и ты нас сожгешь в печи, мы все равно не будем поклоняться. Вот где вера. Вот тот уровень, куда нас Бог ведет. И он говорит, не застревай. Вера твоя, когда ты целостный душой, телом и духом, она полезна для твоей жизни. Скажи, аминь. Давайте встанем. Мы еще будем принимать хлебопреломление. Ибо если бы вы сами себя судили, сами примеряли на себя, то никогда, никогда не будете судимы. Если Иисус ваш начальник, если вы позволяете ему влиять на свою жизнь, то не нужно другому человеку влиять на вас. Не нужно другой личности. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Бог до последнего будет за тебя бороться. Он за первое заинтересованное в твоей вере. Старство Божие, оно доступно для тебя. И сейчас мы будем принимать хлебопреломление. Просто примеряй то, что сделал Иисус. Примеряй то, что сделал Иисус. Вот, да, он был в таком. Смотри глазами веры на свою жизнь. И сейчас просто начинай пророчествовать себе. Потому что он сказал, делайте это, пока не придет. И начинай пророчествовать себе и говорить, Бог придет. Бог хочет прийти. Так смотри на свою жизнь. Так смотри на обстоятельства. Глазами веры. Потому что ты не должен издемочь. Ты не должен упасть. Но у тебя есть причина подняться. Праведник. Призвание праведника вставать. Если ты семь раз упал, то праведник поднимется. Скажи аминь. Праведник поднимется. Аллилуйя. И мы сейчас благодарим тебя, Господь, за эти дары. И мы молимся во имя Иисуса Христа. За хлеб и вино. Благодаря тебя, Господь. За то, что ты сделал доступным нам жизнь по вере. Сегодня я молюсь за то, чтобы наши духовные глаза открылись. Чтобы наша душа, восприятие мира, она имела взор веры, взгляд веры. Характеристику веры. Чтобы мы пророчествовали обстоятельствам. Я не застряну. Моя вера. Моя вера, она сегодня действует для меня во имя Иисуса Христа. Мой лидер, он Иисус Христос. Я похож на Него. Я прохожу. Я терплю для того, чтобы прославить моего Творца. Спасибо тебе, Бог. Спасибо тебе за кровь твоя, которая пролилась. Спасибо тебе за тело ломимое, которое ты отдал, чтобы мы не страдали. Отец, и мы примеряем это на себя. Мы говорим, ты придешь. Аллилуйя. Ты придешь. Ты придешь. Ты хочешь прийти, Господь. Спасибо тебе. Благослови время хлеба преломления. Благослови наш дух. Благослови нашу душу, Отец. Преобрази ее сейчас. Во имя Иисуса Христа. Мы нуждаемся в тебе. Спасибо тебе за дан спасения. Спасибо тебе за нашу жизнь. Спасибо за то, что ты сегодня укрепляешь нас и настраиваешь нашу веру. Потому что ты Бог, который пришел дать. Пришел дать. Спасибо тебе, Боже. Благословляем тебя. Аминь. Аминь. Мы будем поклоняться. Если ты нуждаешься в молитве лично, это время так же, когда мы можем молиться вместе за тебя. Давай, давай, укрепи свою душу. Я напомню, что хлеб вам кладут в руку. Чашечку берите сами. Мы переломили это в пастырской, чтобы это было и быстрее, и более правильно с гигиенической точки зрения. Но пускай вас Бог благословит. Начинайте пророчествовать себе. Примеряйте. Примеряйте. Иисус был такой. Да, это для меня. Потому что Бог хочет прийти. Аминь. 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 Продолжение следует...